Доброе время суток, дамы и господа! Вот и настал момент, который, я думаю, вы очень давно ждали. Картина ТВ – это мощнейший проект, который делается из Германии для вас и дает вам возможность смотреть телевизионные передачи из стран бывшего с нашего Советского Союза и из России и Украины. Так вот, все дело в том, что программ очень много и разобраться вам в них сложно. И поэтому нужен какой-то проводник, который помог бы вам пройти программы передач и отобрать какие-то наиболее интересные или привлекательные программы из разных каналов. Ведь Картина ТВ – это огромный объем программ. И разные передачи, разложенные по полочкам, как книжки расставлены. И очень интересных программ очень много. И вы много пропускаете от того, что не делаете данный обзор. Так вот, этот обзор теперь буду делать для вас я. Скажу сразу, что наша программа будет разделена на две части. Первая часть будет посвящена непосредственно сетке вещания. И мы пройдем по каналам и посмотрим, на каких каналах, что интересного удалось обнаружить. А вот вторая часть передачи будет посвящена нашим видеотекам, из которых я всегда буду рекомендовать вам посмотреть какие-то, на мой, может быть, вкус, фильмы, которые, ну, наверное, наиболее значимые сегодня. Или культовые, или какие-то просто хорошо снятые, или просто веселые, или интересные. Данная, вот именно эта программа, это своеобразный пробный шаг. Итак, мы начинаем. Калейдоскоп. Начнем обзор с традиционно, наверное, главного канала, на который люди чаще всего и заглядывают, и который, может быть, самый, будем говорить так, смотрибельный на нашем телевидении, хотя я считаю, что это неправильно. Но канал Россия-1. Что он нам может предложить в эти праздничные майские дни? Ну, прежде всего, я отметил для вас программу, которая будет проходить в субботу, 2 мая. И это программа Аншлаг и компания. Начнется она в 12 часов дня. И, как всегда, Аншлаг программы «Веселая». Собирается парад пародистов, парад юмористов. Всегда будет весело. Какие-то музыкальные номера. Этот концерт пользовался и будет пользоваться большой популярностью. Заглядывайте и смотрите. На следующий день, 3 мая, по каналу Россия-1, в 2 часа 30 минут ночи. Но, опять же, это не значит, что вы должны ждать ночи. Вы можете посмотреть эту передачу в любой момент после 3 мая из архива. И, если вы не знаете, как это сделать, загляните на канал «Картина ТВ. Вопросы и ответы». И посмотрите, как правильно управлять той или иной приставкой. И будет вам представлен для вашего внимания художественный фильм «Черновик» режиссера Сергея Макритского. Фильм этот довольно-таки культовый. Хотя бы потому, что снят он по значимому для российской фантастики произведению. По повести Сергея Лукьяненко с таким же одноименным названием «Черновик». Но надо отметить, что в фильме снимались довольно известные актеры. Такие, как Никита Волков, Евгений Ткачук, Евгений Цыганов, Елена Яковлева. Но дело даже не в актерах. Дело в том, что сам по себе фильм довольно привлекательный. Я вам скажу так. Те, кто читали саму повесть Лукьяненко, сначала скажут, ну, здесь все совсем по-другому. Я тоже получил такой эффект. И сначала у меня было первое не то, чтобы разочарование. Я подумал, ну, что-то здесь все переврано. Но когда я стал смотреть этот фильм, я абстрагировался от него. И от произведения я в данном случае имею в виду. И я вам скажу, что фильм очень хорошо сделан. Он очень интересен. Он со своей философией. Да, может быть, не стоит его сравнивать непосредственно с повестью. Но посмотреть его стоит. Однозначно, любители фантастики, да и не только хорошего кино, наверняка получат удовольствие. Теперь переместимся в канал РЕН-ТВ. Это канал для любителей мистики, фантастики, каких-то нераспознанных тайн природы. И вообще канал, который показывает довольно интересные и прекрасные передачи. И учитывая, что это майские праздники, канал РЕН-ТВ, я считаю, преподнес нам всем потрясающий подарок, который мы наверняка посмотрим, получим огромное удовольствие. Что же нам предложил канал РЕН-ТВ? Всю неделю ретроспективный показ выпусков «Клуб Белый попугай». Ну, кто не помнит, что это за клуб, напомню в двух словах. Образовался он, наверное, в годах 80-х, в самом конце. И просуществовал лет 10. И шикарная была программа, когда собирались актеры, режиссеры, просто известные люди. И цель у них была одна – повеселить нас с вами. Для чего они в узком кругу прекрасно травили анекдоты. И анекдоты они рассказывали просто мастерски. Порция хорошего настроения вам просто обеспечена. Канал ТВ-центр HD. 1 мая в 9.55 показывают фильм, который я просто не смог пропустить. Потому что фильм любим очень многими нашими поколениями. И, конечно, фильм, на котором мы выросли – потрясающая комедия. Она старенькая, бесспорно наивная. Но наверняка поднимет нам какие-то ностальгические настроения. И заставит нас вновь, уже в который раз, улыбнуться. И это фильм неподдающийся. Также в 22 часа 20 минут 1 мая будет показан документальный фильм «Кабачок. Эпохи застоя». Ну, все мы помним «Кабачок». «13 стульев», программа «Культовая». И я думаю, этот фильм наверняка вызовет интерес у тех, кто помнит совершенно замечательный «Кабачок». Канал СТС 2 мая в 17.55 сделал праздник любителям мультифильмов. И мы сможем посмотреть мультифильмы «Миньоны», «Гадкий я», «Гадкий я 2» и «Гадкий я 3». Поверьте мне, посмотрев эти мультифильмы, удовольствие получат не только дети, но и взрослые. С прекрасным юмором мультифильмы иногда совсем не для детей, но фильмы бесподобные. Посмотрите обязательно и, конечно, не упустите 3 мая на следующий день в 17.45 культовый просто, я считаю, наверное, один из лучших мультифильмов за всю историю мультипликации, который называется «Рататуй». Тот, кто его не видел, получит настоящее наслаждение, потому что история мышки очаровательной, потрясающей, обаятельной, которая в парижском ресторане, в элитном, решила стать главным шеф-поваром, это история, которая повеселит абсолютно всех. Великолепно нарисованный Париж, переданное настроение Франции, что еще ждать от мультифильма с названием «Рататуй». Посмотрите, не пожалеете. Также всю неделю на канале СТС будут показаны фильмы «Пираты Карибского моря» с неподражаемым Джонни Деппом. Канал «Дождь» предложит довольно интересные две программы. Эти программы идут в цикле передач с названием «Нобель». И каждая из этих передач, она не слишком длинная, всего лишь по 25-30 минут, посвящена лауреату Нобелевской премии по литературе. И 1 мая в 16.00 будет показана программа, посвященная Александру Солженицыну. А 2 мая в 7 часов утра будет показана программа, посвященная Иосифу Бродскому. 5 канал «Санкт-Петербург» 1 мая в 1 час 50 минут покажет все три серии подряд культовые, я считаю, комедии. И она называется «Каникулы строгого режима». Ну, стоит отметить, что снимались в фильме «Безруков», «Вадимир Меньшов», «Александр Лыков», прекрасно знакомый нам по роли Казановы в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Фильм невероятно смешной. Двое зэков бегут с зоны и для того, чтобы скрыться, попадают в пионерский лагерь Юнга и устраиваются туда на работу, поскольку мужчин вожаток не хватает, и скрываясь там по другими фамилиями, занимаются с детьми. Фильм очень веселый, три серии, посмотрите, не пожалеете. Также по каналу «Санкт-Петербург» 3 мая начнется показ, я думаю, одного, наверное, из самых значимых, очень сильно снятых сериалов, который, если вы смотрели в Советском Союзе, вы наверняка пересмотрите. А вот если вы его не смотрели, то я думаю, что вы увидите то, что действительно в Советском Союзе умели снимать настоящее добротное кино. И этот сериал называется «Вечный зов». С 3 по 6 мая будут показаны все серии фильма. Центральное телевидение. Есть у нас и такой канал. И он 1 и 2 мая покажет две программы в одно и то же время. В 16.45 это будут передачи «Тайны нашего кино». Это традиционный цикл программ, которые можно найти на этом канале. Очень интересные, очень познавательные, я бы даже сказал так, развлекательные передачи. И на этой неделе они будут посвящены двум фильмам. «Вам и не снилось» и «Гротесковые комедии Ширли Мерли». «Биосад Хистри». Мы перемещаемся в познавательные каналы, которые я считаю, наверное, наиболее интересными. «Биосад Хистри» это канал, который является аналогом американского канала «Хистри». Это канал, который идет в Европе. И с 3 по 5 мая любителям истории будет предложен сериал. Все четыре серии пройдут в один день. 6 мая в 7.20 утра начнется показ «Нил. 5000 лет истории». Поверьте мне, я знаю, как снимают программы «Биосад Хистри» и наверняка вы получите огромное удовольствие, соприкоснувшись с историей нашей цивилизации. Ибо история Египта сама по себе, она внесла огромный вклад в мировую историю. Я думаю, что особый интерес может вызвать фильм, который будет называться «История Коза Ностры» из Палермо в Нью-Йорк. Фильм первый будет показан четвертого в 6.45, фильм второй – пятого в 6.50. «Россия. Культура» – канал, названный у нас в сетке «Россия Кей». 4 мая покажет фильм Георгия Данелия «Комедию Настя». Фильм этот не новый, он 1993 года. Но вообще, общаясь с нашими гражданами, я, кстати, для себя отметил, что фильм этот смотрели далеко не все. А фильм невероятно хорош. Во-первых, это настоящая добрая лирическая комедия, я бы даже сказал, сказка, а может быть даже и притча. И, конечно, значима она, по крайней мере, тем, что это одна из последних ролей Евгения Леонова. И в ней снимались также и Абдулов, и Ермольник. И вообще, фильм очень хорош, прежде всего, по сценарию. Не так много вот последних фильмов, когда можно сказать, что фильм стоит того, чтобы его посмотреть, особенно из российских комедий. Его можно отметить сразу в так называемый перестроечный период. Очень хорош фильм, посмотрите обязательно. Если не видели, получите удовольствие. Я бы его поставил в один ряд с такими фильмами, как «Серота Казанская», бесспорно, «Как кушать подано», который, кстати, многие тоже не смотрели. Имеет смысл их посмотреть, потому что фильмы очень хороши. И 4 и 5 же мая в 22 часа 5 минут и в 8-10 утра будет показан мини-сериал «Петр I. Завещание». Фильм этот 2011 года, и яркий он потому, как в нем приняло участие в буквальном смысле созвездие прекрасных советских и российских актеров. Это и Александр Балуев, и Елизавета, и Михаил Боярский, Сергей Шакуров, Александр Филипенко, Сергей Маковецкий, Александр Баширов, Иван Краско, Ирина Розанова. Посмотреть этот фильм бесспорно стоит. Он интересен. И, кстати, получил очень хорошую прессу. Также 5 мая в 8-10 утра будет показана первая серия документального фильма «Ноттердам де Париж». Ну, нет смысла рассказывать вам о том, насколько значим для Франции, да и для мировой культуры этот собор со своей богатейшей историей. 5 мая в 11 часов 10 минут утра будет показан юбилейный вечер Владимира Этуша. Всеми нами любимого актера. Бесспорно, он не новый, этот юбилейный вечер. Это запись от 1993 года. Но, учитывая, насколько любим и хорош Этуш, я думаю, что все мы освежим в памяти встречу с ним и получим тоже удовольствие. Канал ТОП СИКРЕТ. Канал новый. ТОП СИКРЕТ. 2 мая в 7.55 утра предложит документальный сериал «Американские трагедии». И данная серия вся будет посвящена президенту Ричарду Никсону. Канал «Кто есть кто» – это автобиографический канал, который каждую программу посвящает какому-либо деятелю искусства, истории или актеру. И значимым просто людям нашей эпохи. И 2 мая в 11 часов утра вы увидите программу «Мирей Матье. Женщина-загадка». Ну, кто не помнит «Мирей Матье». Также в 16.20 будет в этот же день показаны фильмы «Виктор Корчной». Интересный шахматист, оставшийся на Западе. И у него очень была непростая судьба, особенно и по шахматам, и по жизни в Советском Союзе. Я думаю, что мы узнаем очень много интересного именно из этой программы. А также 2 программы будут посвящены любителям футбола. В 17.00 будет показана программа, посвященная Дэвиду Бетхаму. А в 20.00 мы увидим культовый бразильский документальный фильм «Пеле. Король футбола». Фильм не новый, но я его недавно пересмотрел. Он по-прежнему хорошо смотрится и здорово освещает, конечно, спортивную легендарную жизнь. Ну, воистину, короля футбола. Канал «Пятница». Это развлекательные каналы. 2 мая в час 25 представит нам художественный фильм «Рэмбо. Первая кровь». Я не мог его не отметить, потому что фильм этот очень любим. И многие, конечно, его смотрели. И кто не любит Сильвестера Сталлоне. Но я вам скажу, что его стоит пересмотреть, как иногда пересматриваешь старое кино и ловишь себя на мысли, как вроде бы недавно все это было. А на самом деле уже прошло довольно много лет. 3 и 4 мая в 11.05 я считаю, что канал «Пятница» сделал просто настоящий подарок нам всем. Будет показан сериал Дэвида Аттенбора, снятый им вместе с компанией BBC. И это потрясающий совершенно документальный сериал «Планета Земля». Мы увидим его начало. Первые два фильма. И будут это фильмы «От полюса до полюса». И фильм «Второй. Острова». Друзья мои, тот, кто не смотрел эти фильмы, вот этим людям я просто искренне завидую. Потому что вы увидите планету так, как вы ее не увидите больше никогда. Можно просто снять шляпу перед гением режиссеров, операторов, творческой группы, которая умудрилась все это снять именно так. Более красивых съемок Земли я не видел никогда. Потрясающее содержание. Яркие, насыщенные, удивительные, со своими открытиями. И главное, что фильм первый снимался несколько лет назад и был очень хорош. Но Дэвид Аттенборо пошел дальше и снял продолжение, которое так и называется «Планета Земля 2». И, как он сам говорит в предисловии, техника ушла еще дальше. Появились новые возможности, связанные уже с какими-то новыми дронами, с возможностями снимать в разных ракурсах и фокусах. И он сказал, что это вообще фильм-сенсация, и я с ним полностью согласен. И первый фильм из второго цикла, который называется «Горы», будет представлен 4 мая в 10.30 утра. Убедительно вам рекомендую. Не пропустите этот фильм. 5 мая на этом же канале будет показан культовый американский боевик, полицейский боевик. Настоящая классика полицейского жанра боевиков. Это фильм, который называется «16 кварталов». Посмотрите, хорошее кино. Канал «Суббота» сделал настоящий праздник любителям Андриана Черентано. 1 мая в 22.45, в 0.35 и в 2 часа ночи 10 минут будут показаны сразу же 3 лучшие, я считаю, комедии Андриана Черентано, художественные фильмы «Укращение Строптивого», «Бархатными пальчиками» и легендарную комедию «Блеф». Все фильмы доставят вам просто огромное наслаждение. А также в 18.30 можно еще, как я всегда говорю, ухватить и посмотреть комедию «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Дэвитто в главных ролях. Канал «Ностальгия». Канал для тех, кто любит старое телевидение. 4 мая в 19.00 покажет киноконцерт, который я отметил, потому что знаю, что многие любят, и это всегда интересно. Он будет посвящен самым популярным фильмам 20 века. И в данном случае этот киноконцерт пройдет по страницам американского кино. Что касается спорта. Я знаю, что многие любители спорта любят включать картину ТВ, потому что удобно смотреть матчи в записи, иногда не спеша для начала трансляции. И что же нас ожидает на этой неделе? Ну, прежде всего, это развязка в чемпионате России по футболу. Будет матч сыгран 2 мая, и этот матч может стать решающим в определении чемпионской позиции. Лидирующий «Зенит» будет принимать московский «Локомотив». И советую посмотреть. Игра обещает быть очень содержательной и интересной. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что на каналах «Матч ТВ», именно «Матч ТВ» 4 и 5 мая состоятся матчи полуфинала ответные игры «Лиги чемпионов», где встретятся «Манчестер Сити» и «ПСЖФ» французские. А также на следующий день, вот 5 мая, также в полуфинале, сыграют «Челси» и «Реал». Также хочу обратить ваше внимание на открывшийся в Соединенных Штатах чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет. И, казалось бы, что там посмотреть, мальчишки играют. Но поверьте мне, как любителю хоккея, молодежные и юношеские чемпионаты мира по хоккею всегда интереснее, чем взрослые. Там еще мальчишки молодые, они понимают, за что они бьются, они играют на территории Соединенных Штатов, за ними наблюдает огромное количество представителей НХЛ, селекционеров, которые выбирают молодых звезд, отбирают и строят им будущую карьеру. Поэтому отличиться на этом чемпионате невероятно важно. И поэтому там идут совершенно неподражаемые, как я люблю говорить, рубы. И имейте в виду, что 5 мая в 21 час будет представлена первая игра, полуфинал, а в 23.00 вторая. Посмотрите, это будет отличный хоккей. 6 мая будет ответная игра полуфинала Лиги Европы по футболу. Рома будет принимать Манчестер Юнайтед. Любителям кино. Но я советую заглянуть на канал Мосфильм «Золотая коллекция». Канал этот новый, он появился у нас довольно недавно, но по кино я считаю его, наверное, одним из самых лучших каналов. Для любителей советского кино это настоящий праздник, потому что подборку, которую предлагает канал, даже невозможно пройтись так, чтобы выбрать какой-то фильм, что сказать вот это обязательно посмотрите. Смотреть здесь можно все, поэтому я вам просто советую зайти и выбрать любое кино. На этой неделе там показаны фильмы «Здравствуйте, я ваша тетя», «Особенности национальной охоты и рыбалки», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Мы из джаза», «Тегеран 43», «Все серии неуловимых», ну и так далее. Фильмов там «Калина красная», там все, что мы любили когда-то, и все, что действительно составляет золотую коллекцию студии «Мосфильм». Также обращу ваше внимание особо, что 3 мая с 13 часов 55 минут на канале «Мосфильм. Золотая коллекция» будут показаны все серии подряд фильма «Бортка», «Мастер» и «Маргарита». Очень хорошо сделанная экранизация. Канал ТВ-1000, русское кино. 2 мая в 13.10 покажет культовый фильм «Географ Глобус Пропел» в главной роли с Хабенским. Вы знаете, я советую его посмотреть, потому что это действительно кино вызвало огромный интерес не только в России, его посмотрели многие на Западе, оно даже имело свой показ, и фильм неплохо сделанный, очень своеобразный сюжет, довольно интересный. Посмотрите, это действительно культовое кино. Также я бы отметил, как культовый фильм, который будет показан по каналу «Мужское кино» 2 мая в 0 часов 55 минут. Это приключенческий, фантастический фильм «Звездные врата». Вы знаете, его, наверное, можно смело сравнить с циклом фильмов про Индиана Джонс. 28-й год, находит что-то непонятное, потом оказывается, что это фантастика, и вообще очень интересный, настоящий культовый приключенческий фильм. По-моему, Америка и Германия снимали. Посмотрите, очень хорошее кино. В кинохит, кинохит 2 мая канал в 16.45 предложат вам просмотреть еще раз. Я думаю, что все видели, но, тем не менее, кто не видел, тот особое удовольствие получит. Но даже кто и видел, я думаю, с удовольствием пересмотрят классику мирового кино, фильм «Форест Гамп». 3 мая на следующий день будут также показаны ряд фильмов, которые я тоже не мог не отметить. Во-первых, это культовый боевик «Терминал» американский, а во-вторых, здесь же будут показаны все серии знаменитого фильма «Рокки», боевика. Канал «Родное кино» тоже подготовил для нас сюрприз. С 3 по 6 мая мы сможем посмотреть «Луи Ду Финесса». Все серии «Жандарма» будут показаны практически по 2 серии в день. «Жандарм и инопланетяне», «Жандарм на отдыхе», «Жандарм женится», «Жандарм и жандарметки», «Жандарм из Сан-Тропе», а также «Жандарм в Нью-Йорке». Любите Луи Ду Финесса? Помните его? Заходите и смотрите. Вот, пожалуй, все, что я смог отметить для вас. И я думаю, что вы наверняка увлеклись, взяли карандаш и сделали для себя в тетрадочке какие-то пометки. А теперь давайте поговорим о видеотеке и что можно посмотреть там и что я вам рекомендую. Итак, видеотеки! Друзья мои, сегодня я хочу порекомендовать вам два сериала. Оба они комедийные. Я знаю, что комедийные сериалы имеют всегда не столь высокий рейтинг, потому что об этом вам расскажет любой режиссер или сценарист. Сложнее всего в этом мире это смешить людей. Напугать их проще, увлечь каким-то боевиком тоже, а вот рассмешить это настоящее искусство. Не так много на свете режиссеров, способных это сделать. Но, тем не менее, фильмы появляются, и фильмы появляются неплохие. И прежде всего я вам советую на этой неделе посмотреть сериал, который лежит у нас в видеотеке Море ТВ. Если вы не знаете, как в нее зайти, посмотрите наше руководство, картина ТВ, вопросы и ответы, передача, как пользоваться видеотеками или как пользоваться нашими приставками. Там все рассказано. Я советую вам посмотреть прежде всего сериал, который называется Дылды. И кажется, комедия про спорт. Не все мы любим спорт. Женщины могут сказать, я спорт вообще не смотрю, я его и не понимаю, тем более фильм про волейбол. Но я вам скажу, что фильм невероятно хороший. Действительно, очень много смешных моментов. Есть и над чем посмеяться, да и просто хорошее кино. И сюжет хорош. Очень известный, совершенно взбалмошный, с ужасным характером тренер по волейболу, высшей лиги российского волейбола, тренирующий московская «Динамо». Доигрался своим поведением до того, что федерация волейбола сказала ему, все, точка, больше ты тренировать высшую лигу не будешь. Он собирает вещи и уезжает к маме чуть ли не в деревню. И где-то в маленьком сельском городке, в каком-то из институтов, он берет команду девочек из этого университета по просьбе мамы. И надо отметить, что прекрасная актерская работа нами всеми любимого «Деревянка». И поэтому, конечно, посмотрите фильм очень смешной. Также я очень рекомендую посмотреть вам фильм, который называется «Гости из прошлого». Это совершенно новый фильм и я думаю, что он станет культовым. Сначала, когда я начал его смотреть, мне показалось, что в принципе он вторичен. Я думаю, ну вот, они повторяют «Назад в будущее» знаменитые фильмы, но потом я вдруг понял, что все разворачивается совершенно не так, все приобретает совершенно другой смысл и становится невероятно смешно. И сюжет сам по себе очень хорош. Ну, во-первых, следует отметить, что играет там главную роль Юрий Стоянов, но главное даже не в этом. Очень смешной сюжет. Квартира, в которой в 1982 году проживает знаменитый ученый, физик, со своим внуком и он, как говорится, в свободное от работы время, в свое хобби изобретает машину времени. И совершенно неожиданно, запуская ее в очередной проверке, у него что-то не сработало и квартира в многоэтажном московском доме в высотке вдруг поделилась на две части. И первая часть оказалась в 1982 году, а вторая в 2021. И в квартире оказались две разные семьи. Очень смешной фильм. Посмотрите, называется «Гости из прошлого». Вот, пожалуй, и все сегодня. Я еще раз благодарю вас за внимание. Очень прошу, оставляйте ваши отзывы, пишите свои комментарии, ставьте оценки, смотрите программу «Калейдоскоп» каждую неделю. До новых встреч в эфире. С вами был ведущий и автор программы Юрий Тенман. Картина ТВ. Вопросы и ответы. До новых встреч! Редактор субтитров Корректор А.